Восточная шкатулка 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 плетутся на работу. Так что на этом все закончится. Но сегодняшнюю, на завтрашнюю ночь, которая уже, на самом деле, в Китае наступает, я напомню, что там на пять часов раньше, китайцы друг друга уже поздравляют. И поскольку традиция-то не их, важный момент, что вообще в этот день делать? Вот как у этих варваров-европейцев, как у них принято? Китайцев не принято делать салат оливье, сидеть за столом и поднимать бокалы. Вообще тосты в китайской традиции это не совсем китайское. Поэтому в этот год вообще, как обычно, все друг другу до Нового года дарят яблоки. Иногда их заворачивают в красивые красные бумажки шелестящие. Вот такой подарок. И где-то часов в девять вечера собираются по ресторанам. Сидят и едят, но рестораны все закрываются в Китае рано. На самом деле ночных ресторанов в замечательном исключении в Китае нет. Я прошу прощения, вы когда сказали, собираются по ресторанам, то у огромного количества жителей нашей страны, поскольку мы вещаем здесь, так как-то ёкнуло и отпустило, может быть, только когда вы сказали, что рестораны закрывают сарана. С нашими ограничениями это вполне созвучно. Нет, ну во-первых, им можно уже и у них все нормально. Там, правда, соблюдаются еще, как говорится, меры приличия, то есть на определенном расстоянии надо друг от друга находиться. Но, надо сказать, отдать должное. В принципе, вот когда мы смотрим, как Китай сейчас идет жизнь, а китайцы специально транслируют очень много картинок на живых камерах, мы видим удивительную вещь. В Китае, в общем, конечно, настроение совсем другое. Китай встречает с радостью, с рассказами вообще в интернете начали распространяться в китайской части различные шутки про то, как мы, мы, китайцы, пережили коронавирус и как это все здорово. И это вот такое радостное припойнтое настроение. И мне кажется, что люди страшно довольны. Правда, есть, я напомню, что помимо Китая есть еще другие страны Азии. Наверное, некоторые слышали. И здесь есть и маленькие трагедии, потому что есть как минимум две территории, где Новый год отмечался по-настоящему. Я говорю, вот тот Новый год, в котором мы с вами живем. И это, прежде всего, Сингапур, и это Гонконг. В Сингапуре каждый год проводится самый фантастический, который когда-либо я видел в жизни, фейерверк. Фейерверк делается с дронов. Это сложно описать, это надо видеть. То есть в небо поднимаются тысячи, там считается три с половиной тысячи маленьких дронов, которые рисуют, например, живые часы, которые идут обратный отчет наступления Нового года. Производится фейерверк в течение практически часа, самый потрясающий по цветам, краскам и конфигурации. И под это дело в Сингапур съезжались каждый год тысячи людей из Азии, ну и из Европы, которые, конечно, приносили немало денег Сингапуру. Но в этом году все иначе. То есть, проще говоря, денег нет. И сингапурцы страшно расстроены, потому что никто не празднует, и гостиницы почти свободны. Знаменитая гостиница «Марина Бэй» – это та, которая похожа на корабль, стоящий на трех столбах, и где многие встречали Новый год, был такой шик в бассейне. На верхней части гостиницы, проще говоря, на крыше, бассейн. Люди забирались в бассейн и плавали с коктейлями, и смотрели, как идет фейерверк. В общем, там все опустело, бассейны закрыты. И это, в общем, большой удар по финансам. Другая история – это Гонконг. Гонконг все-таки приучили праздновать Новый год 1 января. И там несколько дней праздничные, никто ничего в этом случае не делал. Но оказалось, что, опять-таки, все по-другому в этот раз. В Гонконге тяжелая история с точки зрения социальной ситуации. Я напомню, что, несмотря на коронавирус, весь год шли там все равно волнения, просто о них мало говорили. И самое главное, в Гонконге страшным треском упал туризм. Все, в Гонконге туризма нет. И, как следствие, нету и доходов. Уже почитали, что в этом году люди только за новогодние праздники, каникулы, потеряют как минимум 50% от того, что они обычно зарабатывали. Поэтому все сидят по домам. И это, в общем, такое тяжелое падение гонконгских территорий. Но есть другая история, веселая. И скажу честно, мне сегодня, я сегодня утром говорил с товарищами из известного вам шаолинского монастыря, которые внезапно мне сообщили, что это довольно забавно, что они решили отпраздновать 1 января. Ну, просто скучно. Надо как-то развиваться. Да, да, да. И они, в общем, они, конечно, знают про 1 января, но это очень традиционные люди, и они звонят с хорошим вопросом. Мы решили отпраздновать, что надо делать. К вам? Да, да, да. Ну, слушайте, у вас просто на языке должно было быть Оливье. Да, абсолютно точно. Я хотел написать, выдать секрет Оливье. Но не решился, мало ли, что припишут после этого. Поэтому, да, решил, рассказываем, как мы празднуем, что делаем, куда ходим, и что всю ночь сидим. Им это понравилась история, так что, я можно сказать, я обучал шаолинских монастыров праздновать сегодня Новый год. Со своим, как это, со своим уставом в чужой монастырь вас даже позвали. В чужой шаолинский монастырь. Есть другая история, с которой я сегодня тоже столкнулся. У нас в России по понятным причинам задержались китайские студенты, которые не могут выехать, и которые, конечно же, грустят и спрашивают у меня, кому можно напроситься на Новый год, и принято ли это у вас. Ну, я сказал, что вы знаете, у нас обычно студенты все это собираются в каких-то барах, ресторанах, но в этом году это нельзя, сказал я честно, поддерживая политику правительства Москвы как минимум. Вот. Они погрустнели и начали всех обзванивать, потому что им хочется посмотреть, как все-таки россияне Новый год празднуют. То есть побывать внутри каких-то российских событий. Не знаю, может быть, им указали какой-нибудь тайный адрес, где можно собраться. Но они все грустели и больше, и больше. Так что каждый вот этот Новый год, ну, как бы совсем другой для многих, чем то, что мы привыкли праздновать. А вообще, я обращу внимание, что это первый Новый год, который в том же самом Китае и вообще в странах Азии. Я напомню, что там есть и у нас Япония, и Южная Корея, которые все-таки привыкли праздновать определенным образом Новый год. Вот они проходят очень тихо. И если, например, в Южной Корее это были громкие всегда гуляния, работали ночные супермаркеты, вот там почему-то Новый год отмечается ударной ночной торговлей. А также ночными ресторанчиками, которые стоят на улицах. И там, ну, в общем, в Южной Корее не так холодно, как в России, в Москве, по крайней мере. То есть можно посидеть на улице, и там стоят обогреватели. И вам там давали на Новый год самые необычные, самые какие-то потрясающие блюда. В этом году все, увы, все закрыто, потому что, ну, во-первых, запрещено. В Японии точно так же были чудесные гуляния. И, например, мне как-то пришлось Новый год встречать в Японии, именно 1 января. И там есть чудесные абсолютно ресторанчики, которые предлагают самые удивительные суши и сашими. Вообще, правильно, суси и сасими. И самые экзотические мастера соревнуются с тем, кто круче сделает. На самом деле вкус очень специфический, потому что они, по-моему, перестарались. Но так вот есть чем заняться. В этом году, увы, это уже никому не придется попробовать. Алексей Александрович, а вот скажите, пожалуйста, эта европейская традиция, которая у нас прижилась и стала просто непременным атрибутом, ну, в новогодние ночи обращение руководителя страны, президента Российской Федерации сейчас просто по всем каналам телевизионным идет. В Китае есть этот институт, ну, институт назову так, эта традиция обращения руководителя Китая к народу в этот Новый год, европейский или в китайский, и тоже насколько серьезное значение придается вот этому тексту и этому шагу? В Европейский Новый год этого не бывает практически, потому что, опять-таки, это Новый год, который очень мало соотносится с жизнью китайцев. А вот, например, в Китайский Новый год, да, там есть обращение руководителя, подведение итогов, очень такое доброе, теплое обращение. Ну, например, в прошлом и позапрошлом году, как ни странно, на 1 января были обращения руководства, потому что, я думаю, что и в этом году будет 1 января, потому что этот год был очень непростым для китайцев. Это действительно, понимаете, в Китае была угроза не только коронавируса как таковая. Это была страшная, на мой взгляд, угроза социальных дисбалансов, падения экономики. То есть, честно говоря, некоторым странам просто падать неоткуда. А в Китае есть откуда падать. Поэтому и такая история, что надо было каким-то образом удержаться. И опасность была, на мой взгляд, очень велика. Это не шутки. И наверняка нужно поблагодарить китайский народ за то, что он сделал. Я думаю, это будет сделано обязательно. Но и самое главное сообщить, что в реальности эта ситуация значительно лучше, чем кажется. Но прежде всего заключается в том, что Китай теперь ориентируется во всех странах мира. Ну и самое главное, Китай теперь задает тренды и в торговле, и в возрождении мировой политики, мирового пространства как такового. Так что есть чем гордиться. Поэтому об этом надо будет громко сообщить именно под Новый год. Ну а пока что наши информационные ленты сообщают о том, что Китай, вот здесь я не очень понимаю тоже, может быть, от особенности перевода. И в одних сообщениях говорится, засекретил все исследования о происхождении коронавируса, а в других взял под контроль. Хотя странно предположить, что бесконтрольные какие-то исследования в Китае можно проводить. Тем не менее, действительно есть вот эта печать совершенно секретно на любых исследованиях, которые посвящены, собственно, тому вопросу, откуда есть быть появился этот вирус. На самом деле Китай изначально, вот как только пошла коронавирусная атака, Китай сразу сообщил, что все исследования и публикации с этими исследованиями ведутся под жестким контролем государства. И здесь вообще Китай ничего не скрывал. Мне кажется, что кто-то наконец дочитал китайский интернет или ознакомился с китайскими документами и сообщил вам об этой новости. Да, мы как с вами говорим, что иногда так называемые открытия и учечки информации все равно, что наконец взять и прочитать хотя бы раз какой-то китайский интернет-сайт. И все официально об этом пишется. В чем дело? Китай сразу же сообщил, что есть потенциальные источники, откуда могли пойти коронавирусные заражения. Это ряд пещер в южной китайской провинции Фудзянь и Юньнань. Ну, прежде всего, Юньнань. Это та провинция, которая соседствует с Бирмой, с Пьянмой и недалеко от Вьетнама. И, собственно говоря, где китайские ученые проводили исследования. И, как оказалось, именно там обнаружен не только нынешний коронавирус, но и штаммы коронавируса более раннего, который не пошел гулять по Китаю, но который был обнаружен. И, в общем, оказалось, что многие китайские ученые, ну, по крайней мере, из двух лабораторий, вели там исследования. Ну, и в конце концов было принято решение, что, во-первых, локализацию этих пещер засекретить полностью. Ну, и, во-вторых, сделать так, чтобы все публикации шли под жестким контролем государства. Ну, в общем, ничего здесь нового нет. Китай всегда таков. И я обратил внимание, что вообще перед Новым годом Китай решили совсем огорошить негативными новостями, чтобы бедное китайское руководство не забывалось. И теперь все время, во-первых, обвиняют в том, что, оказывается, китайцы подговаривали талибов в Афганистане убивать американцев. О, да-да, это как перевод стрелок с России на Китай, такой неожиданный довольно. И очень-очень забавный, потому что хочется спросить, ребята, причем как-то хорошо сказано, что американцы, может быть, опубликуют эту информацию. То есть, они опубликовали ее или нет? На самом деле, они скажут, что они, может быть, ее опубликуют. Ну, так, чтобы Китай, черт говоря, не расслаблялся. Ну, и плюс к этому еще опять американская пресса, подводя итоги того, что вообще случилось в этом году, говорит, что была страшная китайская коронавирусная атака, но мы ее выдержали, говорят США. В общем, опять Китай во всем виноват и не дают ему расслабиться никак. Я думаю, что вообще это сделано специально, чтобы люди не очень громко в Китае, все в Азии восхищались Китаем. Поэтому, да. Да, и еще по поводу восхищения. У многих восхищение вызывал, конечно, основатель Алибабы. И мы уже с вами в течение года говорили о том, что китайское руководство, в общем, как-то приостановило процессы, бизнес-процессы в компании Алибаба. А теперь вот еще тоже из сегодняшних или вчерашних вечерних новостей, что китайское государство входит в акционеры или как-то, в общем, совсем видоизменяет этот бизнес, господин. Да, абсолютно точно. Потому что официально это, ну, по крайней мере, изначально это была частная компания, акционерное общество. Ну, и, соответственно, как следствие, в общем, государства там не было. Хотя были государственные кредиты. И то, что сейчас государство, пока неизвестно на каких основах, на каких масштабах, но уже известно, что оно вообще входит в этот бизнес, в общем, получается простая история. Начинается обратное акционирование, точнее, национализация части Алибабы. Что было понятно, Алибабы – это самый крупный в настоящий момент по капитализации высокотехнологичная и инвестиционная компания Китая. И как только, обратите внимание, Джек Мах хоть как-то намекнул, ни в коем случае он не стал говорить, и намекнул, что надо оптимизировать и работу китайских банков, и работу вообще в целом китайской кредитной системы для того, чтобы частный бизнес активно развивался. Ему напомнили, что не частный бизнес – это бизнес, связанный с государством. И никакого другого крупного частного бизнеса быть не может. Так что Алибабе тоже сделали подарок. Ну, честно говоря, поскольку у Алибабы очень много подразделений, сейчас непонятно, речь ли идет о центральном офисе Алибабы, либо речь идет все-таки о каких-то компаниях, например, Ant Group – это та, которая должна была выходить на рынок, либо, может быть, это каких-то отдельно взятых платформах электронных, которые владеет Алибаба. Так что может получиться забавно, что те миллионы покупателей, которые пользуются площадками доставки Алибабы, Алиэкспресса, на самом деле будут торговать ни с кем иным, как просто с правительством КНР. Я думаю, что, в общем, тех, кто привык это делать, не остановит. Я думаю, что многие об этом даже не узнают. Многие не узнают. Но, с другой стороны, вот Китай, который задал многие тенденции и в этом году тоже, наверное, эту тенденцию тоже обозначает, когда во всем мире большое государство вот так или иначе считает, что оно иную роль должно играть и в экономике в том числе. И где-то это решается на уровне монопольных служб и штрафов и требований компаниям разделиться, а где-то, вот как в Китае, давайте все к нам под наше крыло. Так что, может быть, это тенденция, которую мы увидим в развитии в 2021 году? Не исключено. Я вообще думаю, что Китай просто четко показывает. У него есть своя концепция управления экономикой. Крупные компании должны либо быть подчинены государства, либо быть государственными. И никакой другой концепции в рамках этого быть не может. Не хотите играть в нашу игру, можете вообще не играть в Китае. Поэтому Китай еще раз говорит о том, что либерализация, она хороша только тогда, когда она идет только в рамках государственной политики. Вот такой у нас Китай. Вот такой Китай-победитель, который вышел из коронавирусной атаки. И поэтому, извините, я вас прерву, у нас 10 секунд, поэтому я рекомендую всем слушать «Восточную шкатулку» и профессора Алексея Маслова здесь рождаются завтра. Спасибо, счастливо. Восточная шкатулка Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова